Я прочту вам стихотворение Наги Игнатовой и ее детское воспоминание начала войны. Летом в Загорске, как оно мирно для нас начиналось. Мама красивая была, молодую, в дачном саду на качеле качалась. Летом в Загорске нам жить подожди, но часто пожарные в честь приезжают. Учатся скоро пожары, духи, скоро все делают, будто играют. Летом в Загорске тревожное чучело, папу начальство к себе вызывает. Наши подуши касаются шутки, папа все реже домой приезжает. В небе московском аэростаты, Пушкин, нахухливший, смотрит вокруг. Снег закружил нежданный, мохнатый, красное плоти тревожно молчит. Где-то шарманка играет уныло, как ее звук скрипучий и тяжел. Урча проползают по улицам танки, что вырвали чудо из выжженных тел. Окна крест-накрест заклеены всюду, сутки на крыше стоят москвичи. Им наплевать теперь на простуду. Знай зажигалки, туши и топки. Снова поутру уходят колонны, идут ополчевцы, потрая в ряд. Липца струбые, непреклонные, рога разобьем, ни шагу назад. Ну и еще одно стихотворение Олега Столярова, московского поэта. Они шли, шли и шли от своей до чужой земли, от своих до чужих полей, от своих, что любили сильней. Водка и парень печаль залит. Сколько было дней и ночей, сколько было овралов, тревог. Бог их знает, их знает. Сколько вас, голубых и белых, в каждом доме, в каждой семье. Вы свидетели неподкупные, вы расскажете о войне, о войне, о тех расскажете, что писали вас в трудный час. Перед нами судьбами ляжете, вновь дошедшие до нас фронтовые, порой короткие, незатейливые от души. Письма нежные, разговорные, вы из прошлого к нам пришли. Письма нежные, разговорные, вы касyes, заболевания, эльфа, товар, решили сывороты. Он под ржевом погиб, эта фраза застряла в песках. Он под ржевом погиб, эта фраза у нас в головах. Он погиб лежит, на траве отпечатаны плечи. Ну а мы не спили еще этой чаши тоски человечки. Это будет потом, когда года стремгла пролетая, Нам поведают всем, в чем солдатская правда непростая. Ну а сейчас, наверное, я предлагаю вам спеть вместе, все вместе, песню «Хотят ли русские войны?». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!